Музыка 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 Теперь хотел бы вам предложить два цитата, которые приводят нас в тематику волной воли. Первый цитат будет знаного режиссера, Кристофа Кищевского, который, как мы знаем, занимался тематикой волной воли, тематикой припадки, припадки. И пускаю его первую очередь на то, что припадки, или припадки. Продолжение следует... Было что-то интересное? Ну, я не знаю, что такое интересное. Как я хотел, чтобы мне было двое таких старушек, седали до самого, чтобы их подвести калау. Я говорю, что завтра все говорит, что вчера падало, что лучше росло. Она говорит, что, пожалуйста, не от нас зависит, только от папы. Все зависит от Пана Бога. Как Пану дадут, чтобы падало, то будет падало. Как Пану дадут, чтобы было сухо, то будет сухо. Все указы должны быть там. Падали здесь. Падали здесь. На этой папке все зависит от Пана Бога. На твоей папке самохотов станет так. А для тебя все зависит от случаев? Не, 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 вcale не. Не, 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 не. Все зависит от суммы kilку вещей на раз. От нашей воли, на pewno. От какого-то значения или лосу, который gdzieś там нами kierует. Но мы будем, чтобы ее немного поменять. И от случаев... Невероя зависит от случаев. А в общем, нам надо будет зависеть от того, как мы идем, чем мы, чем мы. Много больше. То есть, может, здесь такой цитат более humanистичный. А чтобы можно дополнить, это цитат из книжки очень знаного научного, филозофа, Самахариса, который сказал так о волной воле. Застанувься, как бы это было быть абсолютной волной воле. Можешь быть świadом всех чинников determinирующих твои мысли и на додаток все эти чинники контролировать. И тут напотекаем какой-то проблем. Что будет чинниками чинника? Еще больше чинников? Нистете, но ты не контролируешь буржи, а не не будешь в ней загубить. Потому что ты будешь эту буржу. Ну и сейчас приходим до программы. Каждый из филозофов выповет краткое, несколько минутовое на тему волной воли. Запрошу профессора Гута. Доброе, спасибо за приглашение Стасио. По разу мне удалось приезжать до Уштына. Я на запрошение Станислава. И мы сегодня поговорим о волной воле. Я почему мы проблем с волной волой. А потом поговорим о том, что сам сам что-то 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 на этот вопрос. Это, наверное, одно из этих загаданий, которые будут неизвестны каждому человеку. И можно сказать, что это загадание, которое относится каждого аспекта нашего жизни. Незалежно, если мы возьмем такое особенное или право, или моральность, или под наши прагнения. Каждый из этих аспектов нашего жизни связано с вопросом о волной воле. Но если это загадание так в нашем жизни, то почему мы проблем с волной волой? Скоро бежит наш проблем с волной волой? Я думаю, что он является результатом двух элементов. Один мы глубокое впечатление о том, что мы волны. Ващественно, каждый из нас мог бы сказать, что глубоко впечатление, что впечатление, что есть волной. Я думаю, что могу сделать инакцией, что выбрали в дороге, то могу выбрать иную. когда мы решили, что сделать, что мы решили, делаем, что мы выбираем, как поступим, как будет выглядеть, что мы можем выбрать инакцией. Это глубокое ощущение, которое нас неустанно доказывает о том, что мы волны. Это один из таких фактов, которые трудно даже подумать, чтобы вылиминовать из жизни. Это связано с тем, что что мы делаем ощущение, что мы делаем вырешенные, какие-то выряженные, что умерли это все следует и это один факт. В иожественно это воз평тно война. Нужно мы обращиваем уменьшему она, кажется, радыкальнее преследовать этому doświadcению. То есть, что наука przekонывает нас, и это заровно та наука или психология, или социология, но сегодня, прежде всего, науки, которые относятся к мозгу, что это может быть может иллюзией. Что так на правде всему, что мы, что мы, все, что есть нашим удалом, это так на правде из-за каких-ликов, на которые мы не имеем и не имеем никакого влияния. Всёско действует в связи с pewnой determinацией, правами природы, вшественными причинами, на которые мы не имеем никакого влияния, не контролируем. Ни нас, не контролирует ни того, что произошло перед нашим уродением, ни ничем тоже нас не контролирует прав, которые работают на этих происхождении. Так что, то все, как бы, это все, что-то, это все, что-то, это, что-то, 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 который мы сейчас занимаемся и который нуртует филозофию от, можно сказать, от непоминных właściwie, часов, от самого właściwie początku, это связано с этими двума фактами. что-то, глядь, что-то, это очень С другой стороны, неизлечена сейчас количество фактов и то фактов очень хорошо документов, которые, кажется, подважают это свидетельство или это свидетельство. И теперь вопрос, можно в общем эти два факта с собой угодить? Или не? Или за тем, что говорит нам сегодня «Всмочесная науча», и так это очень много многих современных думателей, что волна волна это иллюзия, что почувствие волности это злудение, что так на правде это феномен, которому ничего не отвечает в rzeczyвестности. Просто живем в таком глубоком злудении, что оде мне зализано, то, что сделаем. Прошли мы сегодня на это встрече, могла на это встрече, не прийти. Скоро пришли, то оде мне зализано, что так сделаем. Но, что на правде этот способ мышления есть поправный? Может быть, он только следствием того, что они не могут взглянуть во все причины, которые споводовали, что они пришли, чем не пришли. И, если бы у них были вгляд в эти причины, то оказывается, что они, скоро пришли, не могли не прийти. Что это не было, что не было, которая, мне кажется, оде мне зализала, чтобы прийти, так на правде была наступством многого причин, которые решили, решили за меня, так на правде. Почему это проблема? Я только может так использую такого, 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 что если мы заставляем, что все что, что в нашем удалении, что, которое произошло еще перед нашим уродением, и прав природы, которые на этих прийти, удалении, то создавали, что возможно, только один керойник развития того, что есть нашим удалением. Не возможности для того, что происходит. То, что происходит, только едином возможным сценариусом. По-за того, который сейчас не происходит, что происходит, не много, альтернативного сценариуса. Так ведь то, что вы думаете, что могли выбрать вместо этого что-то, или улучшить инакцией, чем улучшили, это только зудение, потому что мир, согласно с засадой determinизмы, может развивать только в один способ. Что больше, если, согласно с засадой determinизмы, все то, что есть нашим удалом, происходит из-за предстоящей причины. Так ведь я не могу себя считать за причину того, что я делаю. Что это мне зависит от меня. И это наш современный проблем, то значит, который мы стоим и который, кажется, это проблемой, может быть, нерозвращательным. Потому что мы, с одной стороны, не можем встать вылиминовать, как это кажется, этого глубокого доконания о том, или о чем-то, или о чем-то, не можем его себе уснуть из нашего жизни, потому что, если бы мы ее усунули, то бы нам поменялись думать о нас самих. Мы должны были радыкальне зревидовать моральность, радыкальне зревидовать системы правные. Не было тогда бы подсадок для того, чтобы кого-то винить или карать. И так, кажется, что мы не можем сделать. Но, с другой стороны, мы очень много фактов научных и очень хорошо документированных теорий, которые свидетельствуют, что это ощущение, которое выдает нам себя неусуалное, это, как иллюзия. И это именно проблема, который можно бы назвать проблемой волной воли. Потому что этот термин «волна вола» является очень часто использована для этого типа проблем, то есть этого зверения нашего внутреннего doświadczenia, а также каких-то фактов, которые выникали из практики, с тем, что мы сегодня знаем о себе и о нас из научи. И сейчас вопрос, что это может быть с собой? Что мы можем сгодить? Что можно заакцепить наши внутренние восприятия которые позволяют нас о том, что мы свободны, и одновременно акцепить то, что мы знаем о нас из научи. Вдажно, что сегодня мы не можем себе сказать «наука меня не интересует, откладываем ее на бок». Это поста, которая норажает нас на смешность. Не можем такой посты, как люди науки, взять. Но с другой стороны кажется, что трудно нам есть поконять самих себе, чтобы отложить это глубокое свидетельство о том, что мы свободны. И сейчас это как бы одна часть этого вопроса. Другая часть вопроса может быть еще труднейшая, с которой мы не знаем. Потому что кто-то мог бы сказать «но хорошо, если мы думаем, что determinизм, то угрожение всего в какой-то способ отражает факт источнения волности, то прежде всего научная научная сугерует, что может быть не на всех уровнях обязанности засада determинизма. Мы сегодня мы знаем из научной, что существуют кванты, существуют теории chaosа, которые доказали на то, что может быть не все, что что все, что есть в мире, подлежит своему определенному. Может быть, мы должны идти на эти теории и сказать, что это не правда, что все, что есть нашим удовольствием, это определенное через причины и права на них, потому что наука показывает нам, что возможна есть индетерминация в мире. Но, и здесь начинается проблема, что индетерминация может нам помочь в решении нашего проблемы? Думаю, что нет. Потому что стоим перед таким дилематом. Одна сторона, либо мир есть детерминастичный и не имеет волности, либо индетерминастичный, тогда, кажется, что все происходит в случае, в случае, в случае. А лосу, подобно как прав природы, не контролируем. Так вот, можно было бы сказать, что независимо от того, какой мир есть, или детерминастичный, или индетерминастичный, волность наша, может быть, может быть, это действительно иллюзия. И это современный проблем, пред которым стоят филозофы и научные. То можно на ради. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Участник-листный, который мы делаем между каждым из гостей, будет возможность дискуссии с вами, с слушателями. Каждый будет иметь на свободу задать какие-то вопросы, или, например, контрargumentовать с каким-то из наших прелегентов. А сейчас запрашиваем до выповедения доктора Артура Шуп. и я уже не планирую, только третий, как реприzentант, вирусов и... Ну, теперь мы не будем. Вот, вот почему здесь мы говорим, что мы должны ответить в источнение волны и волны. В какой-то момент он даже сказал, что университ очень много свидетельств. Слово свидетельствия достаточно мощным свидетельствам на неисточнение волны и волны. Я говорю, что у нас есть хорошие поводы, чтобы утверить, что волна волна истощает. И мы хорошие решения, чтобы подтвердить, что научно не подтвердить, чтобы мы не были волной воли. Есть такая книжка Alfredа Мелл, «Why will free will cannot be disproved?» Почему не можем доказать, что это не правда, что мы волну волю? Там анализует много аргументов, которые правдоподобно Пшамек имел на мысли, mówiąc, что научно чего-то в этой kwestии доводила. Один из таких экспериментов знаний, который является эксперимент Либета. И он имеет более современные версии, более вырафинанные, но в основном невероятно там все изменя. Это связано с тем, что просить себя какую-то особу, в разных версиях я такую представлю, я такую представлю, что я могу взять две джойстыки, нажимаю левую или правую руку гузик, и ебентуально загну левый надгарсток или правый надгарсток, или в целом не загну. Мой мозг есть сканированный через какие-то там урожения обслуживающие активность моего мозга. Ну и скажем, что такие ситуации, что я так згинам ręкой и оказывается, что за ним я подумал, еще в некоторых версиях эксперименту я следил загар, который достаточно быстро крючет, и я могу узнать, в котором моменте я подниму решение, что загна этот надгарсток. Ну и в результате, что это будет так, что-то изменение, что-то там, что-то миллисекунд, но это выглядит так, что сначала был какой-то импульс, так называемая изменение потенциала готовности до действия, то есть какие-то напитки электрические, где-то в мозге сменят. Потом я переживаю свободно решение, что порушу надгарсток и потом только порушусь надгарсток. Ну и из этого такой внеск бы вынекал, что сначала физиология, то есть что-то в мозге, только мы испытываем в своих мыслях, что сейчас поднимем мы решение, а потом только есть действие нашего организма. Есть много других экспериментов, но нет времени, чтобы их так анализировать, но этот один, или этот схемат, несколько экспериментов можно проанализовать. Что-то оказывает, что здесь не анализируется каких-то очень сложных процессов декзийных, только выбирая очень простой, простой отрух, который мы там делаем, или рух нашим рукой. И, конечно, в этом случае бывает так, что когда человек задумает себя, если рушить эту рукой, или нет, то что происходит с нашим мозгом? Значит, наш мозг, или какие-то neuronalные подзеспоуы знают, что мы за chwilę будем хотеть рушить надгарстком. Это как спортивные, которые ждут на стрелы, чтобы выскочить с блоков. И некоторые выполняют фальстар. Поэтому наш мозг есть готовый для чего-то, о чем мы планируем за chwilę сделать. И, конечно, не вытримает. То есть потенциал готовности, где-то в мозге начинают кумулировать какие-то жены вапни, где-то они за chwilę могут выскочить и спровоковать всякую каскаду здареи, которая заканчивается с напятием мяшня. И часто этот мозг не вытрима, и хочет порушить. И мы тогда чувствуем subъективно такую хэть порушения сейчас. И часто этой хэти улегнемы, а часто не. И оказывается, что можем не улег. То есть появляется потенциал какой-то взрост активности в мозгу, но не появляется рух. Что означало, что не мы определенные в сту процентах, чтобы так поступить. Конечно, что такой потенциал появляется, что мы можем охотить себя порушить над гастрем, а то, конечно, что, что порушим, чем не порушим, увеличивается. И эти результаты показаны статистически, что на сто разы, то 70 разы я рушу, а 30 разы не рушу, помимо того в мозгу какие-то там изменения. Воззасадничео не ма доводу, что не ма волной воли, но науковцы маја велико покусе, чтобы так твердить, потому что это вынита из заошејн каких-то заошејн, в том, как есть антология физичного. В свете физичном, как закладај зволенцы такого наукового подъйсча до бадај мозгу, все действие ся, мајо своју причинен, которая окрећла, как се, ко ма выдасти. На такой самой засаде, как, если есть кулка и есть какой-то сток и мы подъемем какую-то пресшкоду с преттой кулка, она се сточи в том kierунку, в каком какие-то сијы гравитацийные вызначат. Так само в хемии мајо мајо реакције хемичне. И сейчас заклада се, что человек не ма ни материалного умысла, ни души, только ест физиологичне сбудовану масу бялка и еще там инъекцији. Все они сэм физичны, сахозна там реакције хемичне, т.е. скоро то всеско ес физичне, то муси дзяць се вегу детерминистичных прав, але то ес заођение, кое не зостађо доведзионе, только оно ес, как бы поведзић, фундаментальним заођенем бадањ науковых, без него наука наука не посуњађа бе се до прзоду, з тега не воника, ше јднак то ес заођение правдзије. И јсше две минуты використам на додатковој ракје, дачу ўважам, ше така детерминистична визја ес фађсива. Кида я тараз муѓијм, прзед филом прземек муѓиў, за хвиле беќе тудејјна особа муѓиља, чытаћ артыкуј, јсше њдзе писали је на компутерзе, виконували пењне рухе, физиќлогичне јхе организм којітањтам виконуваў. В їх мозг заходзиўе физиће реакје, але то, којы 프로кујали, тјст, в ктосу Жене здање иніка логичне з друге. Заулађане сање rapidне ракје, ктттттттроње датктање, Это было одно великое физическое здание звано Великим Выбухом и оно так на правде написало все книги, все артикулы, все выповеди, которые сейчас и в прошлости и в прошлости услышите, 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 услышите. То есть этот Великим Выбух, который, можно сказать, ну, какой-то случайный, то значит, что так же, а не инакцией, что определенные права Всехсвяты в этом первом моменте, что в том числе и в стуке, в музыке, в маларстве. То есть этот Великим Выбух был геналным случаем, если так можно сказать. Если determiniщи не имеют раку, то для меня это очень абсурдальнее, а потому что я не люблю абсурду, то волю утвердить, что они не имеют раку. То есть еще какие-то другие determинанты, которые позволяют нам быть может легче argumentовать, значит, позволяют нам утвердить, что мы волную волю. То есть, конечно, это правда теймерная, я не утвердю, что мы можем все видеть. Тут на разе прерву, чтобы не использовать тему, потому что Прямок очень много говорил, оставившись такую маленькую furтку, но еще оставившись до дискуссии. Дякую. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь за голосом попросу, последнего пролегента, кс. доктора Карла Jasińskiego. Те, конечно, немного 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 навяжу на пункте моих предмахов. Дякую. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но если не будут такие радыкальные заоружения, то тогда ивентуальней тоже отверстия фуртка, чтобы говорить о чем-то таким, как волна воля. То есть, в моем ощущении, что проблема волной воли, или неистинения, зависит от более огольных заоружений натуры ontологичной и антропологичной. Другая справа, здесь тоже было вспоминено о успешах научно-счегуовых, влажно, obecне, нейрон-науки. И тут, как бы, такие две уваги. Одна увага, в моем ощущении, такая, что даже эти нейрон-науковцы, которые, с одной стороны, пресчут или твердят, что церковь нет, но они тоже в своих своих выповедях очень осторожны. И тут я подам два примера. Здесь проводzący Стасек на почту вспомнил о таким пану, которым называется Семхарис. То есть один из четырех яицов атеизма. Однако, одним таким яицом атеизма, оборонцом свойственным, есть Денет. И Денет в одной из своих выповедей, это стануиско Денета, которое несказывает себя в литературе, как так называемый монизм... монизм... ...аномальный. То есть, с одной стороны Денет считает, что можно, как бы, все спроводить до уровня таких причин натуры физической, нейрональной. Но есть такая выповедь Денета, которая говорит, что даже если бы мы посидали такую wiedzę ступроцентную на тему мозгу и его процессов, его активности, то это не означает, что доберемся, то есть, которая будет связана таких вещей, как наши прагнения и прегонания, так? То есть, что угодно окресятся какие-то станы натуры mentalной. То есть, здесь мы видим, что Денет сейчас очень часто очень острый. И, скажем, что... ...веда на тему мозгу еще не уповажня до того, чтобы мы были уверены, что мы имеем в виду относительно тех станов, которые поточнее относятся с станами mentalными. И инна выповедь. Ото ж в 2004 году в таком часописяме немецком Gehirn und Geist, а то есть мозг и дух, можно сразу тумать. Застал опубликованный на такой manifest 11 neurонaukowców. Одним из этих neurонaukowców, которые подписали этот manifest, была такая о названии Рессен. И он тоже, с одной стороны, подписал этот manifest, то есть, скажем, в таком направлении какой-то редукции этих всех mentalных станов, что так скажем, до станов нейрональных. Но с другой стороны, тоже подписал он, что как мы подписали мозг, то не можно говорить о каких-то механизмах, которые бы в 100% determinировали его его действия. В общем, мы не можем в состоянии предвидеть следующих станов мозга и следующих процессов, которые в 100% предвидеть, которые будут в них дополняться. Инна спрага. Подписал он, что мозг тоже может быть что она, как бы, себя неустанно учит. То есть она, как бы, вклания новое информации. Деньги тому, его структура неожиданная и эволюция. И в связи с тем, не можем быть уверены, что в 100% что-то что-то происходит. Так что он здесь тоже очень осторожный, как тот, который с одной стороны этот манифест подписал, то есть очень осторожный в такой ступроцентной пробе того, что мозг неожиданно и в том направлении он пойдет. Так что я думаю, что тут сами неуронаховцы, которые с одной стороны стоят в том направлении этого редукционизма, тоже указывают в своих других выражениях такую острожность, если о такую твердую редукцию. Еще одна в этом контексте в том направлении я думаю, что здесь вся эта экипа ДНЭТ, в этой в России есть тоже ДОУХИНС, в том направлении 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 этой ситуации. в том направлении в том направлении в том направлении в том направлении что, в том направлении потому что они также могут быть угрожены, что они могут быть угрожены в способе нейрональный. Так что я могу сказать. Спасибо большое. Я так видя, что профессор Гут остался в такой мельскости, так что если профессор, может, какое-то устоснование для двух прелегентов, то прошу о забрание голоса. Я понимаю, почему мы привязываем до существования волной воли такую огромную важность. Моральность, право, думание о себе закладывают факты существования волной воли. И вопрос только о том, что это внутреннее ощущение действительно угрожает в способ выставки это доказательство о существовании чего-то как волна воля. Мне кажется, что это слишком мало в конфронтации с тем, что мы сегодня знаем о способе нашего функционирования. То, что мне трудно представить себе неизнение этого чего-то, что называемое волной воли, еще не достаточно, что это действительно существует. И, по-моему, это не единственный аргумент, который сегодня высуга сегодня против существования волной воли. Мы можем сказать, что таким главным, концептуальным поводом, на который мы считаем, или закладываем ее существование, то есть то, что не можно было бы тогда поцелать людей до ответственности. То есть мы закладываем и моральность, и системы правные закладывают в способ очень сильный, что только человек выполняющий данное действие в способ доброволный может быть поцелены до ответственности за то, что он учител. Бадания, которые сегодня проводят, такие чисто конceptualные, всказывают, что быть может это заложение это фалшивное, то значит это заложение, что для того, чтобы быть ответственным, нужно предоставить источнение волности. Мы много разных концепций философических, которые показывают, что быть может можно сбудовать поятие ответственности moralной и карной без опирания на заложении чего-то такого как волна волна. Если в этот способ сконструировать концептуально, то был бы это следующий аргумент, который бы очень сильно подважал факт источнения чего-то такого как волна волна волна. Или какую-то аргументацию, которая обычно высула на речь ее источнения. Так есть этих аргументов, которые мы сегодня можем на столе, которые подважают факт источнения чего-то как волна волна. ясно с уверенностью того, что мы неимали измельчан цифровой которые бы угрунтовали это поклонение о существовании чего-то, как волна воля. Вот здесь, как-то, вспомнил, что это может связаться с какой-то шерстной онтологией, с какой-то шерстной эпистемологией и так далее. Конечно, мы можем здесь, как можно сказать, указать или всказать на какие-то там дальше поводы, для которых закладываем из чего-то такое, что-то такое, как волна воля. Проблем jednak polega на том, что они все, как оказывается, приводят нас до такого мышления, что мы должны принимать исключение чего-то так трудного для заакцепления в контексте współczesной науки, как какие-то такие немaterialные «я», которое может искать по-за того, что мы знаем из науки, то есть мозги. Или что мы можем приделить, что мы должны принимать значения thànhе неупричного pewного в смысле. И это те, что мы должны, не говоря, использовать, что мы должны использовать вбрев всех оборудованиям природных, или вбрев правам природы, которые на этих условиях действуют. или принять, что есть еще одна причинность, по-за той, которую оперует наука, то есть причинность, что есть причинность персональная, причинность особо. Это все, как можно сказать, очень стоит. Потому что это все требует приятия таких заносов, которые, в конфронтации с тем, что мы сегодня мы будем встать в состоянии, выглядят очень, можно сказать, что-то не научно, или рационально. То есть проблема. Я не могу, что я и каждый из вас ма огромное поконание о существении чего-то, как волна волна. Мы не дискутимем о нашем собственном или собактивном поконании. Проблема на том, что, чтобы узнать что-то, нужно представить argumentы, которые угрутовывают это поконание. Если мы сегодня не можем представить сильных argumentов, которые это поконание угрутовывают, то есть подъезжение, что то, в кое-то, в кое-то, в кое-то, даже так глубоко, это только злудением, излузьем. И это было подъезжением очень много и очень много людей, которые считают, что так может быть. Коссты, может быть, этого будут огромные, потому что мы могли бы срегулировать и системы моральны, и правы, и пенитенциальные, и так далее. Может быть, это будут деньги, которые нужно будет понести, но опирание себя на лизе, это не лучшая стратегия. Ну, думаю, что падают очень сильные слова, на которые нужно ответить, поэтому прошу о забрание голоса доктора Шутка. Я думаю, что премык пресенит аргументы, на которые превосходят, на которые превосходят, на которые превосходят, когда говорит, что... Например, мы слышали несколько вещей. Наука имеет много свидетельств, что мы не имеем свободной воли. Мы только свидетельствами, что мы имеем свободную волю, а оно есть опорное на лизе. Все эти три стратегия, я считаю, что фалшивные. То есть, наука не имеет таких свидетельств. Я уже не повторяю, но могу больше сказать, что нужно подать конкретные примеры таких научных свидетельств. Я уже поменил там один, но сейчас только второй. Другой, наверное, Пенроуз сделал такие эксперименты. Например, он потратил на людском мозге, в таком способе, что на самом деле нам поднялась ремка. И... То есть оказалось, что эти люди были в состоянии отражать, когда они подносили эту ремку, от того, когда она им сама поднялась в результате ремки. И отражать за помощью интроспекции. Тут не падает это слово у Премка, но эта иллюзия... То есть, что мы могли бы отблагать до наших интроспекционных испытаний. То есть, мы не только мы имеем в виду о волной воле, либо мы имеем в виду волную волю. Мы имеем в виду интроспекционные испытания волной воли. Сейчас интроспекция... Конечно, не является она так незаводной, как бежит Картезиус. Но она не является тотално иллюзоричной. Существующие на тему интроспекции, где показывает себя, в которых местах интроспекция более заводится. Но есть такие примеры каких-то моментов, каких-то наших моментов, каких-то наших ситуаций, где мы jesteśmy лучшими обсерваторами того, что в нас происходит. И не мы таких мощных аргументов за тем, чтобы твердить, что нашу ощущение, что мы принимаем какую-то решение, что мы принимаем какую-то решение, это иллюзия под каждым взглядом и в каждом окончании. Было, что часто не вчитываемся в рации, которые нас мотивируют до нашего действия. Было, что не отчитываем хорошо, что нам так на правду kierует. Или, например, милость до кого-то, или эгоистические прагнения, или какие-то еще другие леки нам керуют. Это целая масса вещей, которые ограничат нашу волную волю. Это не значит, что не имеет этого. И во время этих многих не существует один, который имеет очень маленький вплыв, в сприжающих окончаниях более видочный, который называем волной волой. Так на правде, то единственное, на что, повторяю другий раз, что-то учитывая, что так должно быть. И вот, и тут Примек сказал, что не можем заказать, что есть какая-то нематериалная душа, или не можем заказать, что есть какие-то другие какие-то мотивации. Почему не можем заточить? Мы не можем этого довести, но не можем этого выключить. Но наше doświadczenie, subъектовное doświadczenie, сильное и преможное doświadczenie, что мы делаем, не может даже быть доведене, что есть с уверенностью иллюзия. Най-лигоднее было бы сказать, что есть с иллюзией, потому что тогда ратируем наш determinистичный, редукционистичный материализм. И теперь на конец только скажу так. Мне кажется, что это kwestia килкунасту лет, когда науча доведет, что этот материализм материалистичный является так же уже прошлом и, скажем так, не важно, что наливным поглядом на мир, как механистичная физика ньютоновская, которая не взглядела того, что сегодня происходит в физике квантовой. И, пожалуйста, следьте только, что будет происходить в ближайшем времени. И это не только а-про-по волной воли, а также а-про-по, например, возможности без функционирования мозга. Это тоже проблема, как это понимаете, как можно так ему функционировать. Но это другой темат, поэтому я не буду его поручивать. Спасибо. Ну, я думаю, что сейчас нadszedел на отдание голоса от публичности. Еще тридцать здесь? Может быть, что-то? Значит, мы... Значит, можно... Можно? Если можно. Значит, можно... Значит, можно... Значит, это очень важно. И если что-то не могу удовлетворить, то это не значит, что это не существует. Я знаю, что это так немного... Это такой большой балласт метафизичный. И, скажем, это так немного. Но я думаю, что это так немного. Тем более, что мы должны иметь весьма уважать, что наука тоже имеет свои границы. Методы, научные свои границы. И это тоже важно. Другая справа, то есть такая, что... Ну, был такой окрес, где... где... Прóbowано... в способ такой, очень выразный, вызначить границы, что есть наука, а что нет. Это был такой окрес, немного, ну, демокракционизму. А сегодня это тоже отходит. И, думаю, что это тоже такая, не потребная, редукция науки до этих наук, таких, в смысле, сайенс, этих нейрон-наук. Так, я думаю, что, если мы возьмемы это шерше поютие науки, то будем тоже отверть на шерше спектру возможности. И справа третья, то, właśnie, я думаю, что тут тоже есть фундаментальная концепция тоже доставления, так. Потому что, что, это тоже, что, о чем говорил здесь профессор Гут, то есть тоже такая, какая-то, вонская концепция доставления, которая, влажная, которая, вся эта справа и так далее. Но если, в этом направлении, когда шли, когда-то, немного, феноменологи, что допускали широкую концепцию доставления, то, тогда, мы тоже будем и я думаю, что это тоже, как-то, такая справа годная у вас. Дякую. Ну, сейчас, голос хотел бы отдать публичности. Если кто-то из вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, прошу. Значе, я хотел бы себя устосунковать до пану выповеди. По-первыху, ствердзам, что эта дискуссия была позорна в таком стопне, в каком не было разружнение становиска метафизичного и в онтологии, и в эпистемологии, а также в кategории использования по-разружнение волности. Потому что с одной стороны совершенно что-то из-за волны, в смысле практичного, без злудения, что посидаем какую-то метафизичную или какую-то метафизичную istоту человека в себе, а что-то когда мы говорим о практичной категории волности, которую посидаем в окрещенной ситуации социальной, в определенной культуре, используем в способ окрещенный язык, а также в окрещенной язык в окрещенной культуре, мы в окрещенный язык заангазованный, который как бы закрещал границей нашей анализы, нашей информации и всего того, что используем в практике. с другой стороны, в окрещенной о науце тоже как бы без разружнения этих двух плашциз, плашцизны практичной, то есть практичной эффективности в окрещенной цивилизации, в окрещенном сообществе и анализы науки как бы метафизичной wiedзи о какой-то речистости самой в себе. То есть две диаметральные плашцизны. У пана Гута он как бы разружнил эти две плашцизны, но с другой стороны та сама плашцизна между волностью а науком тоже функционирует в самой науце. Бо существенное разружение науке с перспективы метафизичной как абсолютной ведзи врэц теологичной о речистости самым в себе, а существенное разружение как какое-то нарядие культурово практичное ужитое, а а в целе без никакой konseквенции антологичной. И те, а если мы не разружнимы этих двух плашциз, в смысле антологичным, эпистемологичным, метафизыки и волности, то будем антологичным разруженными, как я видела, этими становисками. Бо конечно, брать науку нигде не удоводни, что действительно не метафизичной волности, но так само та метафизична волность никогда не удоводни, что практически человек как истота скончена ограничена и в практике то спостерегаем. то как бы есть забава какой-либо реторийку. Дякую. Мога я еще? Так, так, пожалуйста. Так, могу на пауку ствердить, что уже не любит науку, потому, что замиаз о фирузофии не может капиталовать фирузофия так łatво перед фирузофами, которые, откроют это, например, не умеют лечить ствердия и не будут умели очень много. Фирузофия не может реагировать с функцией и пилиновать фирузофов, чтобы не робили. Теперь еще немного поколючу канты. Кант говорил, что волна волна это наш чтение. Мы хотим добре и хотим зла волна волна и добра волна волна. Кант говорил, что человек зла 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 И только в «Крытике чистого розума» и в других расправах, и только в этой позиции мы можем вендировать нашу волную волю к добру. Это именно наша волна воля. Так, что есть на земле. Не можем от нее отрывать и булить в словничестве, например, с кистью, как и херметичным. А ведь человек, ведущий, что он злой и злосливый, до этого очень завистный, может хотеть свою собственную волю волю, чтобы делать добро. И собственная воля воля может делать зло. И не можем запоминать Канта, который сказал, что волность людская может быть в следующей части. Или есть человек liberум, или есть brutум. Если человек есть liberум, то есть человеком, потому что он отражает свой крок в своей волной воле к добру или к злу. Если на то есть человек brutум, то остается в сфере природы. Он, который в способ неистнеющий в природе. Он, который говорит, что не бестия. То есть это право моральное во мне. То есть это заварная волность и волна воля. Позже еще, а ostatnio так себе приезжала своих старых фирософов, которых я когда-то читала, Плотона и Плотина. И Плотин говорит, что все время души. И мысли, что, если мы хуманистами, мы остаемся на этом грунте философичном-хуманистическом, мысли, что в том смысле, в том смысле, в способе математичный, то есть существование нешмертельности, существование души, но математичный, что математичный, что математичный будет потрачить по нашей смерти, но она есть. И на то, что заинтересовало меня, что Плотин говорит, что самое, что в четыре веки предназначе, что мы волну волю, мы в том смысле, что можем творить пятно и добро, взбогачивать еще на это пятно, и что зло не имеет идеи. Зла не имеет идеи, идеи зла не имеет. А ведь волна воля, myślę, должна дотиczyć донжения человека в этой постации злой, злосливой, завистной, к добру. Такий вымог есть, потому что мы люди, liberум мы, а не брутум. Я не знаю, что я внесу на эту дискуссию, но я думаю, что я немного так сколочила в эту сторону, более людскую. Большое спасибо за это, что вы можете сделать. Может быть, вы додали? Ну, пожалуйста. Я могу только просто привести на первую до той уваги, которую Пани сделала, потому что Канты здесь очень хорошим примером, чтобы ствердить, как трудным загаднением есть ответственность на вопрос, что волна воля существует. Как мы знаем, Кант считает, что на грунте нашего разума теоретичного, мы не можем встануть этой вопроса. Ващем, пока мы остаемся на грунте разума теоретичного, мы не можем встануть ответить себе на вопрос, что волна воля существует или не существует. И Кант считает, что, если бы мы завязали наше источнение на этот свиат эмпиричный, то в этом свете эмпиричном, на что-то, как волна воля, то мы не можем сделать место для волной воли, то мы можем принимать так называемый, так называемый, так называемый, так называемый интеллигибильный, то есть, чтобы выйти по-за этот свиат эмпиричный. Но Кант неустанно подкрощает, что это только заострение, как он это говорит, разума практичного. Так что он имеет уверенность, что этот вопрос трудный и вымага достаточно коротких заострений, которых в жаден способ не потратим на грунте разума теоретичного. По-просто мы можем это заострить, потому что, если у нас нет смысла, что не имеет смысла права, право и так далее. Так что мы можем это заострить. Но еще только такая увага. Я согласен с Панем, что мы оперуем на очень разных уровнях, но я думаю, что наша дискуссия о волной воли это такая проба ответственного на наиболее основное питание филозофичное. Чы мы право верить, что мы дескануем чем-то таким, как выбор? Чы мы право верить, что мы дескануем чем-то таким, как справство? Чы мы право верить, что это от меня зависит, что это, что есть моим уделом? И мы сходим, у меня есть какая-то такая проба заеще на этот, на этот, наиболее основной метафизичный уровень ответственного питания на вопрос, что мы действительно мы уязвимаем уязвимую раку, чтобы уфать, или верить, что мы не только подмиотами права, или не только теми, на которые что-то отдыхает в природе, но также справцами, авторами того, что-то есть в нашем уделе. И это проблема, то значит, что сегодня мы на такой этапе на этот вопрос, что мы огромный проблем с уязвимением этой виары. Конечно, мы можем это принимать, и большинство людей это принимает, но это вопрос над нами стоит, что принимает это, потому что уязвимает это, уязвимаясь, уязвимаясь, уязвимаясь для того, что принимает, или нет, что нам очень трудно представить наше жизни без этого предприятия. Кант именно, Кант мне кажется, очень учительное, что не могу себе думать о себе без предприятия истинения волной воли, но и одновременно Кант дает, что не могу грунтованной визы, чтобы узнать источнение чего-то такого, как волна вола. И только это. И это, мне кажется, очень учительное значение, которое презентует Кант. Я не о том говорила, потому что один ирозум теоретичный, ирозум практичный у Канта есть так на правдэ метафизиком, ничем ином. Я говорю о техническом практике ином. Этиоретичной. То есть, то, что как бы заклада с гури, что наука есть остаточная выроцня, что посида какую-то абсолютную веду о каким-то свете самым в себе источником. Я говорю, не, это только метафизичное. Так же, как метафизичным есть вера, что исцеление какая-то истота людская сама в себе, подмиот духовый, целковище незалежный, целковище волный. То есть метафизика. И сейчас проблем полега на том, что те две метафизики, метафизика powiedzmy абсолютной веды выpracована через теологов среднего векра, через обявление, через дискурс на темат обявления, она уже стала поbrана через научу ново-житную и есть в практике как какой-либо родной идеологии. Идеология. Конечно, веда эмпирична, практична есть эффективна, есть ужиточна. Она удаводня удаводня. Укрыва перед нами, что за за pewnой за ниом стоят pewне априори приятные заожения ontологичные и epistemологичные, о правде самой в себе, о какой-то объективной rzeczywistoсти самой в себе. И от разу повстает дилемат. Ну так, как мы эту веду самую в себе, то что та волность вообще тут? Потому что мы до с используя двух противставных метафизик, можно бы так сказать. А я этого правдоподобнее дуго, дуго еще или в гуле не разстрыгнет. Но филозофуясь внека, что мы можем, потому что такое это настое прагнение на чем себя опшеть. На чем себя опшемы, если въемы и поверь о, наука открыва гораздо больше, правдоподобнее волной воли не ма, все это каким-то джиным determинизмем и в гуле я только таким каким-то папрохом на поверхности воды в каким-то звере водном и ничего не могу. Вообще того, что я jestem варто? Что мне остается? Если я не могу выбрать между добрым и злым, powiedzmy, то я тогда będę нездолен до działания, либо będę обоинтный и będę выглядал, когда начнет kolejная война. потому если тысячи подобных будут такие, которые будут себе думать скро не ма волной воли, то не вем вещество. То есть безрух. Я ма 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 И что это хорошо вылезти, для которых это свидетельство о существовании волной воли во-первых, это так глубокое в нас, во-вторых, так ценное в нас, что оно засадит существование всего всех других, или остальных, которые мы ценим. И мы все-таки с этим согласны. Я думаю, что никто этого не негуye. Продолжение следует на том, что мы для этого все-таки мы можем представить усадненные рации, за теми, которые вылезти, которые вылезти. На этом полеет, что ставка очень высокая. И поэтому этот вопрос неизвестный для каждого из нас. Потому что ставка очень высокая, когда мы знаем, что узнаешь ее существование, или нет. Узнаешь ее существование, потому что от этого все зависит. От этого все зависит. И так далее, и так далее. Но если в газете выборции говорили, чтобы не забить и не прекращать, то я его не забил, не прекращаю. Пречитаю все, что написано. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжения следует... Глобу, как она назвала, что существует такое, что волна волна. История филозофии знают, что мысли, которые говорят, что это можно построить без этого заложения, что это в целом не является правдой, что это заложение, от которого может зависеть будь или брак строительного глоба. Я повоялся на одинаковый человек, который, может быть, знает и любит Баруха Спинозы, который считает, что можно построить мир без этого заложения. И оно не является заложением для того, чтобы это сделать. Так можно было бы наиболее ответить. Глобу, как это, что-то такое, что-то прераживающее. Но он закладывал, что человек не будет наиболее воли ищет к Тобру. История филозофии, скажем, отразу. Ну, то я прошу раз о... Я позволю себе две вещи, которые с собой очень связаны. Первое, залашим, что это была такая, уважаем, что у Пана «Виара одна» и «Виара другая». Слово «Виара» не означает, потому что «Виара» что-то наиболее Pu****а, не имеет целью, мも мы это сочетним и証отом, или что-то опорное, ��요. Виара может быть опорно о раке. И тогда мы говорим о узасадненном миномахе. И охрана, какие-то раки, на речь мышления такого, какие-то пропонирует перспектива стиэнтистическая, или назовемное те, в этом случае, и с вами раки, раки не обрадчатия, а не какие-то ткьющие в нас приконаниями, а только рации, чтобы узнать истинение волной воли. И теперь подам, второй пункт, это показание тех раций, которые сам Шамек закладывал. Он два разы сказал что-то, что сугерует, что он верит в волную волю. За первый раз он сказал так, что было бы нерационально верить в волную волю. Что это значит, что кто, кто, powiedzmy, что он не может быть может быть правдивым звольнником такого мышления, но тут, как бы, эту перспективу принимает. Что это значит, что кто-то, кто-то есть звольнником determinистичной концепции человека, говорит, что нужно в это верить, потому что если не верить, то будет нерационально. То значит, что мы должны принимать себя какими-то рациями. И те рации могут нас determinировать, но как нас determinируют рации, то не это уже физиологичные, а не физичные станы речи. То есть что-то совсем из-инного порядка. Если что-то из-инного порядка может нас склонять до принятия pewnых приконаний, то значит, если кто-то принимает такие заострения, то подważа становиско, которое глоси мануще редукционный материализм. Другий аргумент то, когда Прzemек тут до Пана сугеровал, что «Ма Пан раций, то, что Пан сказал, то есть поважная справа. Влажно за взглядом на то так очень ценимы pewные wartoсти». Если то есть твердение, что так есть, то значит, что мы взглядом на эту рацию, а не взглядом на физиологичные здарения в нашем мозгу, принимаем pewные постажи. Czyli принимаем, что jednak редукционный материализм не это заострения для него становиски, потому что не выясняет что не выясняет каких-то событий, и именно этой дискуссии между ними не выясняет этого. И я надеюсь, что тут трех есть зволенников волной воли. Конечно, мы еще не говорили, что мы так точно понимаем, опрошу того, что здесь, что здесь есть задолженность до выбору, что есть справство. Некоторые говорят о возможности alternативных выборах, что я могу сделать что-то, но одновременно могу открыть опцию, или хотя бы одну или другую опцию. И тут в этом была бы волна воля. Конечно, есть такие авторы, как Петер Ван Инваген, которые говорят, что волна воля является таймницей. И никогда даже пояснения волной воли не развлекланы, не понимаем до конца. Но это не значит, что мы можем поддать и сказать, что потому что этого не умеем сделать, то материалисты имеют раку. Есть много поводов, чтобы так не думать. Продвижно два выменили. Спасибо. Сейчас Пан Роберт. Потому что оказывается, что тут есть трех зволенников волной воли, то постарам себя накрасить такой смысловый образ того, с каким проблемом может смирить зволенник волной воли. Отец, если себе выобразим determinизм, как, скажем, determinизм кульки билардовой, что одна кулька умерла другую, и та поводует kolejные рухи умерения, то зволенник волной воли musi się смирить с таким вопросом. Если волной выбор rozpочина лањсух таких реакций, то, что попыха первую кульку? То есть, что причина этого первого вздарения физического, которое уже нормально можно... Это волна. Ну, именно. Но, ойле то, что кульку попыха инна кулька, то досконально розумеем, правда? Але что попыха первую кульку в лањчу здарењ, который inicје волна вола. Это вопрос. Волна вола... Циня, если бы я была вопроса. Но это может... Но это будет... Это будет так называемый невестанного регресса. Как мы будем искать, чем волна вола... Волна вола сама с себе арбитральне так не работает. То есть, если бы не было никаких мотовов, чтобы не было никаких прагней, не было никаких причин, которые нас не только попыхают, но и тоже шкушу, справляю, скланирую нас до певных действий, то мы, правдоподобно, не были бы мы встани даже едной мысли помыслить. Потому что, если чоколище в нас в нас случилось, это всегда реакция на какие-то издарения. Если вы будете следили себе, то сначала откриваете, что приходит вам какой-то помысл, какая-то мысль. Или что-то случилось, что-то стукнуло, и вы реагуете, пробуете реагировать. И допустим, когда есть какая-то реакция, то тогда мы, как-то с себе, начинаем, не было никаких мотивов, никаких прагнений, то мы были бы немножко как души в Хадесе, такие нездолны до помысления, до действия, до справления ничего. Но, сказал бы так, этот argument тоже есть опартный на каких-то заношениях. Меновище, что живем в свете temporalном, а то не есть конечное заношение, которое мы должны принимать. Потому что, даже в науке можем говорить, что час это тоже одна взглядная справа. Как мы говорим о здарениях квантовых, то там час, если даже можно говорить о каком-то часе, то он нияк ма до того часу, который заношение этого аргументу заклада. То есть, что мы можем милчать, но не можем говорить, что это аргумент облаживый волю волю. Это аргумент, который тоже есть опартный на проблемных проблематических заношениях. Но есть ремис, что наиболище. Но, что даже если час не существует на позиции квантом, то волны decызии тоже не существуют на позиции квантом. Я думаю, что в свеции физическом нет. Я думаю, что я думаю, что мне кажется, что Роберт тут очень важный и очень важный argument, потому что это започетование требовало принятия чего-то так странного, как кауза суи, или причина самого себя. То есть, не ма причины свещественной. Сама себя выводит причина. Мы знаем, что это для многих филозофов это было одно из самых ракциональных. То есть, как бы попробовать вытянуть за волосы из багна, что невозможно. Мы знаем, как смешил это Фредерик Ницше. Он показывал, что свободная волна является таким так не возможным, потому что может быть причиной самого себя. То есть, без предстоящих причин поводит какое-то действие. Один из проблем, потому что это не правда, что единственная сегодня ракция премидающая противо свободной воли то есть нейронология, или наука о мозге. Мы тоже много много концептуальных argumentов. Один из этих argumentов есть не возможность понять, понять, причины самой себе. Потому что это понятие не все, что мы право принимать, это что понять, можем сказать, что это нужно, что это нужно. что Если можно сказать, что Ниче сказал, что Бог умал, то каждый, кто находится в Европе в Европе может может умал, что Бог умал, но так не так можно так не 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 так вирять ничем. Уж. 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 Я думаю, что, слушая этой дискуссии, вспомнил мне такой артикул профессора Judyckiego из 4 номера «Филозофу» и «О умысли», который, в котором, здесь можно купить, так что захочу, очень интересный. Но не, сейчас посмотрите, потому что, что это такая дискуссия о релации между, а приятнее можно так посмотреть, между умислом, а мозгем. Не? Потому что, мне кажется, что, что мы принимаем, что, 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 что происходит в нашем умыслии, это результаты, которые происходят в нашем мозге. И как профессор пыта, если мы можем право постулировать как «Волный выбор», то я спрашиваю так, что мы право постулировать, что то, что происходит в нашем умыслии, что происходит в нашем умыслии, что происходит в результате действия мозга? А где это происходит? Профессор Юдыцкий пишет, что нет. И как это выглядит в г. Пана профессора? Да? Да? Принестор Юдыцкий это происходит в том, что это причинность, или только коинциденция. Спасибо. Такое кроткое устosunkование. Нет, потому что у меня пошла очень большой проблем. Мне кажется, что... Конечно, всегда можно принимать, что мы две отдельные rzeczyвестности и подтвердить, что они существуют на собственных правах. И тогда, в том числе, мы должны были очень скучны способами решить очень много проблем. Проблема на том, что сферу, независимо от сферы физической, которую она может становиться ум, это очень трудно угромить. То есть, что пани может ее угромить, что пан профессор Ледович может ее угромить, отвергаясь до каких-то знаний, до субъективности, до рациональности, до волной воли. Проблема на том, что мы послуживаем себя преслантами, или рацией, которые только мы можем принимать по узасаднению, что что-то такое существует. Но мы используем рации, на которые мы могли бы право повоать, только тогда, когда мы узасадили, что что-то такое существует. Но тут мы повоимы на определенные пресланты того, что мы только можем удовольствовать, что есть или есть. И это целый вопрос. Я думаю, что это является отверглением способов, в каких-то должно выглядеть. Прежде всего, что такое есть. И тогда мы только можем повоить на пресланты того, что мы угромили. Но тут закладывают какие-то пресланты, а только на основе этих преслантах считают, что что-то такое существует. Я думаю, что она не имеет своих раций. Потому что большие авторитеты за эту аргументацию стоят, чтобы ее так легко прекратить. Я думаю, что, когда мы об этом вопросе волной воли, то проблем, как мне кажется, засадничея на том, что не мы до сегодня силных раций, которые это пресланты могут угромить. И это проблема, что все, что мы сегодня встали на столе, то есть либо ракеты на том, что мы такое глубокое свидетельство и не можем его в никакой усунуть, либо ракеты, которые были для нас что последовательности были для нас из-за того, что не было бы смысла какие-то какие-то которые становятся как моральность, право, и так далее. Problem на том, что это аргументация, которая многим филозофам является слабой, потому что пани поводит на факты, внутренние или какие-то какие-то спорные, но наука считает, что эти факты можно было бы принимать, если пани узасадни, что такое есть. Пани пытается засадить то, что может угромить, что позволяет нам уфить. На раз конкретно от кс. И будет за публичности. Мам узасадить, что есть умысл, но за помощью неуронайки могу так не Мас показывать, что такое что понятно, что это что это это не 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 что это это не не в этот способ не да поем, то значит, мы не можем этого сконцентуализовать. Ващи о том, что это не так, что единственная рация, которая сегодня высула против, это научно. Проблема в том, что больше, мне кажется, более важнейшим argumentом, который высула сегодня против волной воли, то есть то, что она есть независимая, значит, что то поятие волной воли есть не поймалное. И проблем в том, что пани повоала себя на профессора Ежедельского. В этом ostatнем номерах тоже есть артикул профессора Ежедельского, который он закладывает такие. Он робит такие за предложения. Не все то, чего не можем поемть, не должно быть через нас негованы. А ведь мы право приймывать również, как истнеющее, что-то, чего не можем поемть. Не знаю, профессор доказывает, что это более racиональная постара, которая говорит, что если чего-то не могу поемть, то мне кажется, что это более рациональная постара. То есть, если я не могу чего-то поемть, то кто-то поддает мне влажность, что могу уфать, или закладывать этого чего-то. И тут есть целый проблем. Мне кажется, что это это следом этого проблема, который мы стоим. И очень много реакций, которые мы против этой волной воли противставим. Сейчас, за минуту, потому что мы все это обещали. А... А, что... Пусть... Мне сейчас не стало. Давайте сейчас мне сейчас подождите, что мне лучше Одного сзазначаю, что моя встреча с филозофией Академии скончала на другом году. Поэтому в душе много поемь не знаю и так далее. Но я хочу подробнее два спустяга и попросить о их анализе. И Закончить таким Пытанием По-первых, выходząc З заоżenia, że Живем, можно Повiedzieć, в едином możliвом Швеции, за взглядом на Варунки Физычные, химичные В едином Добрым Сконцентровании Отповедних Варунков Затем можно Повiedzieć, что Все наши Децизии, как общество, как Особ Мусы быть такие, какие Сау И по-просто Это означает, что далее Будем трать Какой людзкость То есть Иначе не можем Постеповать, потому что Мы с поверхности Зникнули В связи В связи с тем Могли бы мы Помыслить о Тим римским Вирту и фортуна На засаде Скоро не ма волной Воли, то По-просто Йдесями в тем Chaosе Своих Децизй И только Постает нам Якась Хилова Децизйность И закончу Пытанием Житья Нашего Тут и Тераз Достану Отповедь Десять Соби Бегаем В лесе Здоровьем Доц. Беги Бегая Подпаков diferença там, шибких премищеń и декзи. Взял эту пушку и потом даём себе час там, пребегания двух километров, аж в конце узнаваем косы и тогда эту пушку вырюцием. И сейчас на основе этих тут всех выповедей застанавливаем, на или в этом было волной воли, czy может было в засаде так, что я эту декзи поднял уже пару дней когда мой умысл остался как-то укрепленный. Или мы просто утримаем эту декзи, что так, мы волную волю, но она будет в течение двух дней, двух лет. Так, в засаде. Прошу, чтобы отмыслить. Угу. 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 Игорь Михайлович, что у меня есть интуиция, что воля сочетается, что что-то доконало в моем мозге уже несколько дней, а я сейчас просто разберем эту сметанку, что-то не так, что-то не так, что-то не так, что-то не так, так как тут, я так чувствую, что это такое заострение, что какие-то процессы у меня в мозге прошли, и они только сейчас, только как-либо, 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 экспресса этих процессов, в состоянии действия, активности такой или инной, то я думаю, что так это не работает. Петер. О, спасибо. Нет, потому что от начала начался от этого вопроса «детерминизм против волны волны». И потом появились другие голосы, и ты тоже обратил внимание на эту тему метафизичную. Прежде всего, мне кажется, что «детерминизм» стал не в контрате волны, потому что даже если мы, как говорили в физике квантовой, какое-то правдоподобиество или лосовость, то это не означает нам волны. И это уже в этой скале микроскоповой. То есть… То, где есть приказан этот импульс нервовый, встали тоже не является только элементом этой decisии, так? То есть, что можно было бы разделить это, потому что, даже абстраховаясь от этой натуры метафизичной, что это трансценерна душа от цела, чтобы просто распространять это в двух сферах. В сфере материальной и в этой сфере духовой, где в духовой узнаваем волну волну, а в материальной мы можем узнать детерминизм, правдоподобиество, хотя я в уголе повстримывал бы себя от голоса, потому что, кажется, что методами научными в уголе не можем до этого доходить. И тогда… И… Вм… Прожа, начнем. Но нет, я думаю, что я могу вам сделать это… И вот… А, вот, вот… Как вам помоя на то, что почитаетесь на это, что угрютина, то, кажется, это, кажется, что это фиксация в этих догматах научных. Так? Не, потому что, это, всего-не можно больше бесконечно опировать на методах научной, на методах индукционной, которая, тоже, опера на других заходах, потому что, в целом, мне кажется, что не более ракционально ствердить, что мир материалный есть реальность, чем то, что именно что именно мы субъективно и эмоционально чувствуем, это реально. И это негативное почувствие эмоционального в целом не есть и это тоже, что это не по-настоящий, это тоже не является добрым ствердением, потому что мы в душе стопни, в душе стопни мы должны быть сгоднее, чем есть волна волна и чем есть эта świadomoсть. Все мы подозгиваемся этим по-настоящем, все я как-то чувствуем, может не понимаем, но может быть это понимание именно злодное и может можно узнать какую-то реальность того, что мы чувствуем. Я думаю, что это очень хороший argument и я тут поспорю Пана, как бы, объясняю этого argumentа. Знаем парадокс Зенона с Китион на тему, почему Ахиллес никогда не догони жуку. Может быть хорошим анализом по-настоящем, почему это никогда не случится, а это произошло. И это для нас неизвестное. Конечно, есть математисты, которые глупят себя, как сейчас довезти, что догони этого жуку, а не догони. Но это только такой пример. Пример несколько раз говорил что по-настоящему, что понятие волной воли не говорил в простом, что это в себе спречное. Он говорит, что неизвестное, но на самом деле спречное. И говорил, что если кауза суи выясняет волную волю, то мы можем это отречь. Мы, 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 а мы, 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 кем, мы Это не так, что мы прагнем этой ответственности, прагнем ракциональности. Просто не умеем понимать света без этих слов. Так же, как научные не умеют понимать света без заложения каких-то особливей. И не могут говорить, что разстрыгнем или не разстрыгнем. Поэтому называли это особливейками. И это такая особливая метафизичная, если я могу сказать. И если даже кто-то отрючит такую особливую, потому что это неэкспликованным поэтием, то нех он будет учтивный, подвольных стандартов не использует. В своем подвырку можно, а в суде не можно. Нех научные тоже срегнули с своего пункта видения, потому что опарты на понятиях, которых никогда не выэкспликнули, и выдаются они очень аналогичные довольные воли. Кауза суи. Велкий выбух. Повстал, не знамо, что было его причиной. Пани... Зараз, пан. На почтку этой дискуссии падло слово, манипуляция, которое от пару лет меня сильно иритует, целое это зjawиско. И так ваще себя заданавливаем. Если мы поддали manipулации, о ней не знаем. Добра манипуляция будет проводиться в таком, что не мы их знаем. Добра манипуляция. То есть наша вера в то, что мы поступаем в этот способ, будем их бронить до конца жизни. Добра манипуляция. Мы можем даже назвать, что это манипуляция. и этой нашей волной воли, uważam, że jest coraz mniej w нашем świecie, тем bardziej przy rozwoju mediów i tego wszystkiego, co naokoło nas się dzieje. Te выборы, nasze wybory są dla mnie coraz mniej naszymi wyborami, a tak najbardziej to skupiskami bodźców, które są naokoło nas. Teraz dobra. Ja mam pytanie do pana deterministy. Czy brak wolnej woli nie determinuje braku tożsamości osobowej, czyli czy my jesteśmy tylko tak jakby poruszoną chmurą elektronów, pomimo tego naszego doświadczenia siebie? Jak to skonfrontować? Bo jest to doświadczenie, że my podejmujemy decyzję i my to robimy, zakładałem, że jesteśmy sobą, a nie jakąś chmurą elektronów, prawda? Nie, to rzeczywiście można pokazywać daleko idące, wręcz katastrofalne konsekwencje odrzucenia istnienia wolnej woli, ale ja mam wrażenie, że być może my jesteśmy przekonani, że to, jak pan mówi, tożsamość, to przekonanie o pewnym trwałości naszego ja. Jesteśmy w stanie zbudować jedynie przy założeniu istnienia wolnej woli. Natomiast wydaje się, że można przedstawić alternatywne sposoby, które konstytuowały tego typu pojęcia. Bez angażowania się w bardzo tak silne założenia metafizyczne, jakim jest założenie istnienia wolnej woli. Tutaj pan na początku swojej wypowiedzi wcześniej zauważył, że być może my popełniamy błąd, zakładając tą wewnętrzną niezgodność pomiędzy determinizmem, a wolnością woli. Być może powinniśmy raczej pomyśleć ograniczmy trochę nasz pragnienie istnienia wolnej woli, albo to, czym ona jest i być może ta ograniczona koncepcja wolnej woli da się uzgodnić dobrze z ograniczysz. Dlaczego nie wiedzę ograniczysz? Dlaczego nie ograniczysz absolutyzowaniem wiedzy? Że my mamy jakąś absolutną, obliktywną wiedzę. To jest dzisiaj najbardziej wiarygodne źródło informacji o świecie. Nie mamy innego, tak wiarygodnego źródła informacji o świecie, jak nauka. To znaczy, to jest fakt bezdyskusyjny, którego właściwie, nie wiem, czy jest sens dzisiaj podważać, ten fakt. Ten fakt jest tak daleko, mocno potwierdzony i dwa, jest to nie ulega najbardziej wiarygodne dzisiaj źródło informacji. I dlatego przeciwstawianie się mu, albo podważanie tego faktu, uważam, jest tropem fałszywym. Uważam, że jeśli coś, to trzeba próbować pokazywać, że jak doprowadzić do sytuacji, w której to, co my nazywamy wolną wolą, jest zrozumiałe właśnie w kontekście tego, co wiemy dzisiaj o świecie i o nas z nauki. I to, ten wyświe powinien iść w tym kierunku, mi się wydaje. To jest, ja uważam, że to jest dzisiaj najbardziej sensowna strategia. Tutaj jeszcze raz, może się odwam do filozofu. Tu jest świetna wypowiedź, myślę, jednego z dzisiaj z najciekawszych autorów piszących i znających się na temat wolnej woli to jest Roberta Kejna, który właśnie w ten sposób uważa, to znaczy nie negujmy, to znaczy to, co powinniśmy dzisiaj zrobić i na czym powinniśmy wytężyć nasze wysiłki, no to właśnie w poszukiwaniu takiej koncepcji wolnej woli, która dałaby się zrozumieć w granicach współczesnej nauki. Bo jak można powiedzieć postulowanie jakiegoś rzeczy, które są z punktu widzenia tej współczesnej nauki niezrozumiałe, on uważa jest donikąd, to znaczy to nie ma sensu, to znaczy my już to przerabialiśmy, tego to nie ma sensu. My to możemy traktować jako postulaty, tak jak Kant chce, czy traktować się to w jakiś inny sposób tego, ale to on uważa, że to jest zła strategia. Lepsza strategia jest taka, spróbujmy przyjąć to, co wiemy o świecie z nauki i zaczejmy się zaznawiać, czy ta nauka i w jakim stopniu pozwala nam na bycie wolnym. On uważa, że to jest cały, państwo, jak mogą zajrzeć do tego filozofu i on tam też wymienia własną stronę internetową, własne książki i tam jest bardzo, ja uważam, że to jest jedna z najciekawszych propozycji, a jemu można zaufać, bo to jest ktoś, kto spędził całe życie, czyli prawie 40 lat swojego naukowego, filozoficznego życia spędził właśnie na badaniu tej kwestii i taka jest jego konkluzja i on dalej pracuje, to nie ma prostego rozwiązania, ale on uważa, że pozostałe strategie są strategiami gorszymi, czy mniej rozsądnymi niż ta właśnie strategia. Dlatego ja uważam, że nie widzę, jakie mielibyśmy wysunąć argumenty, żeby podważyć wartość nauki dzisiaj, to znaczy znegować jej liczby. Ja tutaj się bym zgodził z Przemkiem, rzeczywiście powinniśmy dać szansę nauce znaleźć pozytywne rozwiązanie, które byłoby przekonujące i rzeczywiście jest to takie najbardziej rzetelne, współcześnie nam dostępne narzędzie poznawania świata. Natomiast nie zgodzę się, że musimy myśleć w kategoriach współcześnie wymywających teorii, bo gdyby tak było, nie byłoby postępów nauce. Ja bym pluralistą. Niech ci, którzy w ramach współczesnego paradygmatu naukowego próbują rozwiązać ten problem, niech to robią, ale jeżeli są tacy, którzy mają inne pomysły, to niech oni też robią, bo wyścig się jeszcze nie skończył i dopóki jeszcze nie ma takiego rozstrzygnięcia, które by wszystkich zadowoliło, dopóty wszystkie drzwi powinny być otwarte. Ja bym powiedział tak, niech robią to, jak robią, niech filozofowie próbują analizować to pojęcie, niech ludzie, którzy nie mieszczą się w swoich poglądach w kanonie deterministycznym i materialistycznym proponują swoje koncepcje, bo kto wie za 40 lat, co będą mówili naukowcy, czy nie będzie dotychczasową historią w nauce. Nie ma takiego naukowca sprzed tysiąca lat, który nie próbłby przynajmniej w połowie bzdur z punktu widzenia naukowca 200-300 lat później. I tak samo jak my dziś, gdybyśmy posłuchali co o fizyce kwantowej mówiono na samym początku, jak takie teorie pojawiały, to dzisiaj już nikt tak by nie powiedział. Są jeszcze tacy, którzy wątpią w to, czy teorie rzeczywiście mówią coś o świecie jako takim, czy nie są trochę fantazjami, ale są pewne obserwacje, które jakby je potwierdzały, przyzdają się je potwierdzać, ja bardzo bym chciał długo żyć i zobaczyć co będą naukowca o wolnej woli mówili za 50-60 lat. Bo może się okazać, że to co robi Robert Cain w ramach dzisiejszego paradygmatu jednak było próbą zrozumienia elektryczności przed odwoływanie się do trybików i mechaniki, czystej mechaniki. Tak, proszę. Właśnie w sumie bo oczywiście ja też nie chcę w tej negować, żeby teraz, żeby teraz powiedzmy zdobyć się naukowe gdzieś tam, ale czy tak właśnie czy tak uprawianie nauki w takim paradygmacie właśnie materialistyczno-deterministycznym, tak? Czy to też nie jest takie olbrzymie zubożenie świata naszego, nie? Bo powiedzmy wtedy już, jeżeli byśmy tak uprawiali naukę, znaczy czy tak badali świat w takim paradygmacie, no to choćby to, co już było wspomniane dawno, to choćby cała sfera znaczeń odpada, tak? Tak, a jednak no, ja teraz chce, no, zająć taką postacią, jaką jest Taylor, czas Taylor, tak? I on to zawsze bardzo akcentuje, tak? On mówi, że kim jesteśmy jako ludzie między innymi, no, kimś, kto jesteśmy istotami, które szukają pewnych znaczeń w swoim życiu, tak? I teraz, jeżeli byśmy tak uprawiali naukę, no to cała sfera też, powiedzmy, znaczeń co najmniej jest gdzieś tam powiedzmy na uboczu, tak? Sfera dalej wartości, tak? Tak czy naś rozumiany, ale też tutaj i teraz to pytanie o to, czy nie jest to jakby zubożenie świata i jak gdyby odcięcie, czy taka powiedzmy marginalizacja pewnych sfer, które są dla nas jako ludzi ważne, ale my musielibyśmy się też jakoś pozbyć, nie? Ja może tylko jedną rzecz dodam, bo my właśnie tak jakby uważamy, że ten nasz problem dotyczący wolnej woli, on właściwie powstaje wyłącznie na gruncie takiego determinizmu przyrodniczego. To nieprawda, to znaczy problem, ten sam problem wolnej woli można sformułować przy założeniu w ogóle niematerialistycznego świata. To znaczy, bo problem polega na tym, czy te racje, czymkolwiek one są, czy fizyczne, czy niefizyczne, czy mają pochodzenie takie, czy inne, są wystarczające do tego, co robię, czy też one pozostawiają mi jakąś swobodę wyboru. Jeśli są wystarczające, to czymkolwiek one są, one są autorem tego, co robię. Pani tutaj właśnie użyła manipulacji, to nawet jeśli te racje mają charakter wynikający z czyjegoś tam wpływu na mnie i nie mają w sensie ścisłym takiego fizycznego charakteru, to jeśli one są wystarczające, to nie ja jestem ich autorem. Ja mogę ten sam problem wolności woli sformułować, odwołując się nie do determinizmu przyrodniczego, tylko do pojęcia prawdy. To znaczy, jeśli prawdziwość jest własnością wieczną i odwieczną, każdy sąd jest prawdziwy lub fałszywy i jest prawdziwy lub fałszywy od zawsze i na zawsze, to ja jestem w stanie również korzystając z tego, a to się podejrzewam, bardzo wielu z nas zgodziło, wskazać, że to w zderzeniu z pytaniem, czy ja jestem autorem moich zachowań, tak samo powstanie. Tak więc ten problem jest dużo szerszy. To znaczy, bo my mamy ten problem z wolnością woli nie dlatego, że jakby samo ta, też może, ale nie przede wszystkim dlatego, że ona sama jest jakby podejrzana, tylko problem polega na tym, że ona jakby w zderzeniu z innymi twierdzeniami, które wydają nam się równie tak samo wiarygodne jak wolna wola, wydaje się nie być zgodna. I to jest, to znaczy, wydaje się, że tym problemem, przed którym my stoimy, to jest to, jak pokazać, że coś takiego jak wolna wola jest pojmowalne, zrozumiałe w kontekście innych założeń, czy tez, które o świecie uważamy za wiarygodne. I to jest, myślę, że większość tych artykułów, które są zamieszczone obecnie w numerze filozofii, one właśnie jakby, wrażliwiają, bo my nawet dzisiaj dyskutując trochę i się zastawialiśmy, że pierwsze części wszystkich tych artykułów są dużo ciekawsze niż części drugie, ponieważ czytelnik oczekuje konkluzji, a wszyscy wskazują, jesteśmy w impasie, jest jakiś impas, nie bardzo rozumiemy, powołujemy, albo to jest coś bardzo niezrozumiałego dla nas, albo trzeba przyjąć jakieś bardzo założenie Bóg, jakaś bezprzyczynowa, przyczynowość i coś takiego. I tu jest trochę cała ta trudność z tym problemem wolnej woli. Myślę, że to nie, tutaj panu, tu Artur wspomniał Van Inwagena właśnie, który też jest autorem, po paru, dziesięciu latach dochodzi do konkluzji, wolna wola jest tajemnicą. Ja mogę powiedzieć, że znam jednego autora, który spędził chyba około sześćdziesięciu, pięćdziesięciu paru lat nad zagadnieniem wolnej woli, to towarzyszyło mu to zagadnienie, no nieustannie. To jest Gottfried Wilhelm Leibniz, który też ostatecznie w swojej, jednej z ostatnich swoich książek w teodycei dochodzi do wniosku, wolna wola jest dla mnie tajemnicą, albo każde działanie wolne jest dla mnie jakimś rodzajem tajemnicy. I zaangażował w rozwiązanie tego zagadnienia właściwie wszystkie najlepsze środki, jakimi dysponował wtedy i do dzisiaj, bo niektóre z nich są wciąż i logikę modalną, i teologię, i filozofię, i fizykę, i wszystkie inne i dochodzi do takiego wniosku, a zagadnienie na pewno dla niego było kluczowe. Sam uważam, że to jest najbardziej kluczowe dla niego zagadnienie w jego karierze. I też jest taka konkluzja. Ja myślę, że na tym polega nasz współczesny problem, że my wciąż mamy takie poczucie impasu. A z drugiej strony czujemy, że to zagadnienie jest tak nieopojęte dla nas, że nie możemy powiedzieć, no to odłóżmy to na bok, nie będziemy się tym zajmować. Problem na ten, że nie możemy tego zrobić, a jednocześnie nie możemy go rozwiązać. i to jest ta motoru, to jest tak. Jesteśmy w impasie, ale jakoś musimy podejmować decyzje i wyobrażać sobie, jakie są nasze możliwości. Tutaj padła taka teza, że bardzo silnym przekonaniem, które nas prowadzi do przyjęcia wolnej woli, jest wewnętrzne doświadczenie podejmowania decyzji. Jednak nie należy sobie pewnie tego tak wyobrażać, że non-stop ta nasza wolna wola pracuje no 12 godzin na dobę, prawda? Pan tutaj podał przykład z tą puszką, prawda? Wydawało się panu, że pan nabrał przekonania co do tego, że warto wyrzucać puszkę, która leży gdzieś w lesie ze dwa dni wcześniej. I ta reakcja dwa dni później była tylko jakby już pochodną tego, prawda? I pewnie większość naszych działań na tym się opiera, że przejmujemy jakieś wartości i kiedy nadchodzi moment działania, to po prostu działamy zgodnie z nimi. Może wcześniej je wypierwamy. No właśnie, wcześniej, właśnie. I tutaj to przesuwamy problem, prawda? Gdzieś tam w czasie, kiedy jednak jakiś tak takich wyborów musieliśmy dokonać. Mnie przekonuje bardzo ciekawy bardzo ciekawy wypowiedź profesora Chłówki, która jest zamieszczona w ankiecie, którą żeśmy w tym numerze zamieścili. Profesor Chłówka mówi tak, jeśli ktoś mi każe wybrać od 1 do 10 jakoś liczbę, to zapewne nikt mnie nie zmusza, nic mnie nie determinuje, że akurat w danym momencie wybiorę 7 albo 8, prawda? Nic mnie do tego nie zmusza, żadna, nie znam takiej przyczyny, która by mnie popchnęła do tego, żebym wybrał akurat 8, prawda? Więc z tego można wysnuć wniosek, że po prostu nie wiemy, dlaczego podejmujemy, znaczy podejmujemy taki wybór, ale a z drugiej strony mamy poczucie, że to my go wybieramy i kto w połączeniu daje taką mieszankę wybuchową, która nas skłania do tego jednak, że sądzimy, że mamy wolną wolę. To znaczy nauka nie jest w stanie odpowiedzieć nam na pytanie, dlaczego wybraliśmy ósemkę, prawda? Nie jest w stanie odpowiedzieć prawdopodobnie albo ma z tym duże trudności, natomiast ta niepewność nauki co do tego plus nasze doświadczenie pierwszoosobowe wyboru jest dostatecznie racjonalne, żebyśmy przyjmowali, że mamy po prostu wolną wolę. Nie musimy czekać z niecierpliwością, prawda, na publikacje naukowców, którzy nam powiedzą, że jednak mamy wolną wolę albo nie mamy wolnej woli. W danym momencie całkiem rozsądnie jest sądzić, że mamy jednak wolną wolę. A co pan powie, jeżeli magik zgadnie, że pan powie osiemu? Bo on już tu napisał na kartce. I to panu się wydaje, że to jest panu zupełna wolna wola, a okaże się, że jest pan poddany pewnej waliwalacji. Magik musiałby bardzo dużą serię takich przewidywań złożyć. jak on to robi. Właśnie ciekawy, oglądałem ciekawy program na ten temat, w którym magik na 10 prób chyba tylko 4 razy trafił. Także z tym, ale to jest trochę kontrfaktyczne, prawda, no bo musielibyśmy stanąć. I jest pan w przekonaniu, że to jest pana wolna wola, a w ogóle nie jest pan świadomy, że poddany jest pan jakiejś na przykład manipulacji, bo gdzieś ta ósemka była w pana rzuciu i została to na przykład pokazywana i dlatego weszła w panu w głowę. Chociażby. No ale z drugiej strony można powiedzieć, że to musiałbym mieć powiedzmy no to to by musiała być obsesja na tym na punkcie ósemki, prawda. Pan Kazimierz. Ja tutaj chciałem zauważyć jedną rzecz, jeżeli chodzi o mój pogod, kiedy zajmowałem się bardzo dużo wolną wolą, ale jako poeta zupełnie opuściłem wiele tego typu pojeńc, które moim zdaniem bardzo słabo odzieciedlają naszą rzeczywistość praktyczną. Ale jestem umiarkowanym naturalistą i uważam, że tak samo jak bardzo rzadko człowiek jest świadomy w tym sensie, świadomy swoich czynów i jest samoświadomy i najczęściej my żyjemy wszyscy naśladując, instytownie działając, instytownie się zachowując. Jesteśmy jak mówi pewien polityk animalistami większość swojego czasu, więc również bardzo rzadko mamy do czytania w życiu codziennym, praktycznym z dobrą wolą. Tak jak rzadko kiedy człowiek jest bohaterem i świętym, tak rzadko jest świadomy swojego życia, bo to jest przywilej, bo to jest lekcja, bo to jest doświadczenie, jest to nauka, jest to zdobywanie mądrości, i większość ludzi nie dożywa w ogóle do tej sytuacji bycia świadomym swojego życia i musimy się na to zgodzić, ale nie możemy traktować tych ludzi, że oni żyją animalnie tylko i również tak samo jest z dobrą właśnie, dobrą i złą wolą. Tak samo jest z wolną wolą. Większość ludzi nie posługuje się w ogóle tym pojęciem, ponieważ to pojęcie jest synonimem świadomości albo świadomego życia. W związku z tym jest to inny poziom uczestniczenia w procesie życiowym. Ja ten proces uczestniczenia świadomego w procesie życiowym, który nie polega tylko na jakimś tam ekonomicznym, innym, gdzie nie ma u mnie determinizmu i determinizmu, bo w ogóle jest to zupełnie inaczej, nazywam właśnie, powtórzę się, bo zawsze to lubię nazywać światologią. Gdyż nie ma tak, że człowiek jest monadą. Nie ma tak, że my jesteśmy wyizolowani ze świata przyrody. Wszystkie nasze reakcje i my jako podmiot, i my jako społeczeństwo jesteśmy poddani dobrze czy źle, ale to jest tak wszystkim systemom komunikacyjnym, relacjom. My stajemy się ludźmi dlatego, że jesteśmy z ludźmi. Człowiek samotny nie staje się człowiekiem. Nie może mówić, umiera i w ogóle. W związku z tym również wolna wola to jest kwestia społeczna i świadomości mojego uczestnictwa w dialogu z rzeczywistością. A rzadko kiedy ten dialog jest otwarty, pełny i dlatego tak jak świadomość dla mnie jest tajemnicą i nigdy my, zdaje mi się, ludzie, świadomości własnej nie poznamy, bo jak możemy nad tym pracować posługujecie nią jako narzędziem, żeby na zewnątrz ujrzeć to, czym jesteśmy. Tak samo wolna wola jest to złe określenie, ale ono funkcjonuje wtedy, kiedy rzeczywiście zdarzają nam się te olśnienia moralne, biograficzne czy inne. Dobrze, że ona jest, dobrze, że mamy świadomość, ale nie wiemy dlaczego, nie wiemy skąd, ale to już problem jest egzystencjalnego praxis. I dlatego wróciłem do egzystencji, do istnienia, do niemyślenia o tym, co neurologicznie, jak bardzo jest ze czymś determinowani lub nie, bo rzeczywiście najczęściej jest tak, że żyjemy w świecie biochemiczno-społecznym, ale jednak jest naddatek, ja to nazywam transcendencją i nie zakładam, czy to jest, czy nie. Zakładam, że to jest dla mnie tajemnica i to powoduje, że czasami jestem człowiekiem. Ja myślę, że pan Kasiemierz właśnie do bardzo ciekawej rzeczy, bo on zmienił nasze, na zupełnie inne, skierował nasze uwagę na zupełnie inne, na inne tory, bo właśnie być może my tutaj do tej pory ulegaliśmy pewnej czy błędowi, bo ja mam wrażenie, że właśnie to, co pan Kasiemierz powiedział, to jest właśnie wyraz pewnej długiej tradycji w filozofii zachodniej, która mówi, że trzeba raczej wolność związać z coraz wyższą świadomością siebie i swojego miejsca w świecie. Nie możemy go zmienić, to znaczy my nie jesteśmy w stanie zmienić świata, przekierować go na inny bieg niż on faktycznie biegnie, ale to, co jesteśmy w stanie zrobić i to, co jesteśmy w stanie osiągnąć i na tym będzie polegało to wyzwalanie się przy coraz większej świadomości, no to jest właśnie jakby zdobywanie coraz większej racjonalności, świadomości tego, co się z nami dzieje i to będzie oznaczało wolność. W tej tradycji bardzo silnie taką tradycję myślenia o wolności przyjmował i Baruch Spinoza i Hegel i wielu innych myślicieli właśnie, którzy uważali, ona rzeczywiście nieraz jest ośmieszana przez takie stwierdzenie, że wolność to uświadomiona konieczność. To znaczy, że to jest myślę wykorzystywane bardzo często przez przeciwników takiego podejścia, ale ona właśnie pokazuje, że wolność tak naprawdę polega na wyzwalaniu się z pewnego fałszywego obrazu świata, na wyzwalaniu się z pewnych przyczyn, czy z pewnych można powiedzieć sytuacji, które nas zniewalają i to właśnie na tym, w tym tkwi wolność, albo w tym się wyraża przede wszystkim wolność, a nie w możliwości zrobienia tego lub tamtego, albo bycia pierwszą przyczyną swojego zachowania, tylko ta wolność właśnie związana jest z tym i to jest bardzo długa tradycja w filozofii zachodniej, zupełnie alternatywnego myślenia do tego, które my tutaj proponowaliśmy Państwu w pierwszej części naszej powiedzi. To to bardzo świetna uwaga, bo ona pokazuje, że to nie, że o tej kwestii wolności można myśleć zupełnie w innych jeszcze sposób, właśnie z tego coraz większego samoświadomienia sobie, coraz większego wyzwalania się od fałszywego obrazu świata, coraz większego uczestnictwa w tym świecie. To jest tradycja, bardzo mówię, silanom, ja podam te dwa nazwiska, Spinoza czy Hegel, ale to nie są tylko jedyni, bo i Artur Schopenhauer na pewno zgodziłby się na takie, do dwojnego stopnia takie ujęcie wolności. I podejrzewam, że bardzo duża, bardzo duża część tradycji antyku mogłaby być pod ten sposób myślenia, nawet weźmiemy Edypa, przecież tak naprawdę Edyp nie dysponuje żadnym wyborem, nie może zrobić tego, czego nie zrobi, a mimo to te uświadomienie się wyzwala, co więcej, on czuje się odpowiedzialny, ma poczucie winy, przecież nie ma tam wolności. To zakłada, bo jest silnie o tym przekonany, pierwiasek tragiczności życia. Jestem zwolennikiem tego i to jest zupełnie inny sposób myślenia, tak więc to zagadnienie wolności można być zupełnie rozpatrywane w zupełnie innym kontekście niż tym, którym my to robiliśmy do tej pory. Jest to pewna próba rozwiązania problemu, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest zwolennikiem naturalizmu i musi konsekwentnie próbować wyjaśnić pewne zjawiska, mentalne, tak to nazwijmy, to raczej uzurpuje sobie prawo do wyjaśniania jakiejś wolności w języku świadomości, uświadamiania sobie pewnych racji i kierowania się tymi racjami. Tak wydejrzewam, że Harry'ego Frankfurta byś wymienił jako współczesnego przedstawiciela tej tradycji. Jeśli jesteśmy takim konsekwentnym naturalistą, który musi wyjaśnić, jak stany mentalne mogą istnieć i jak one mogą rzeczywiście uczestniczyć w tym łańcuchu przyczynowo-skutkowym naszych działań, to wydaje mi się, że jesteśmy skazani. Nawet jak się odwołujemy do takich pojęć jak superweniencja, bardzo tajemniczych, to ostatecznie jesteśmy skazani na przyznanie, że z tych założeń, które przyjmujemy wynika, że ta świadomość jest epifenomenalna. To znaczy, ona gdzieś wydaje się pojawiać, ale ona nic nie przyczynuje. Ona nic nie sprawia. To jest już jakby skutek uboczny pewnych zjawisk fizycznych, który może sprawiać wrażenie, że przyczynuje na te zjawiska fizyczne, ale tak naprawdę to jest troszeczkę jak na monitorze, na ekranie w kinie widzimy jak jeden facet trzywali drugiemu pięścią i widzimy, czyli jakaś plama porusza się na monitorze i druga plama potem leci na jakąś podłogę. Ta plama nie sprawiła, że ta druga plama poleciała na dół, czyli to było tylko złudzenie. I w tym momencie ratowanie wolności przez świadomość, ale przy dalszym trzymaniu się założeń tych naturalistycznych, deterministycznych i redukcjonistycznych to jest wmawianie, że można wyjaśnić dlaczego ten facet na monitorze przewrócił tego drugiego, bo ta plama zetknęła się z tą plamą na monitorze. To jest dalej, dalej powiedziałbym błądzenie. Dalej błądzenie. Chociaż zgadzam się, że to jest świetna idea, że świadomość, rozumienie to są rzeczy, które odgrywają istotną rolę w ratowaniu naszej podmiotowości, ale nadal potrzebujemy szerszej ontologii, żeby zaadoptować ten obraz i przez niego próbować wyjaśniać wolną wolę. Jeszcze tutaj było pytanie. To znaczy, to już jest, to już się trochę zaktualizowało, bo cztery koliki czekają chyba na słońku. Ale to właśnie, tutaj trochę do pana nosi. Nie wiem, czy dobrze też zrozumiałem, ale wydaje mi się, że trochę, jeżeli nie do końca słusznie też została taka poważna krytyka nauki, bo to chyba nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Właśnie, bo mi się wydaje, że to nagle nie trzeba uzasadniać, dlaczego nauka jest dobra, tylko warto właśnie sobie przypomnieć, że te zasady nauk i metody indukcyjne też są ustalone w rzeczywistości intuicyjnie. No i to wszystko zawsze dochodzimy do tego momentu, w którym musimy skorzystać z intuicji. Więc dostosowanie na siłę wszystkiego do tej metody też nie jest do końca właściwe. I jeśli intuicyjnie czujemy istnienie wolnej woli, wręcz uważam, że nie wolno nam tego odrzucić. I możemy to właśnie traktować w tej sferze trastemnej duszy czy jakkolwiek, ale... Ale jedna rzecz, tak szybko ad vocem. To znaczy, to nie jest tak, że nauka się opiera na pewnych intuicjach i nasza znajomość czy świadomość wolnej woli też się opiera na pewnych intuicjach. Prosty taki przykład. Nauka zazwyczaj po prostu działa. A kiedy ja na przykład chcę schudnąć, to nie jest tak łatwo. Mogę ustosunkować do wypowiedzi? Nie chodzi o tą naukę, bo tu w ogóle w pewnym momencie zaczęło się właściwie w pewnym problem tożsamości. jest to podstawowy problem dla pojęcia wolności. Bo czy ta tosamość ludzka jest właściwie tylko w się mieści w świadomości, a w ciele nie? No w końcowym efekcie ten liczb właśnie mówi o tej świadomości, że podejmowa, że cały organizm nasz podejmuje decyzje i one są nie tylko na gruncie świadomości werbalnej, ale na gruncie jakby emocjonalnych efektów. Czyli ta cała sfera emocjonalna jest jakby jest całą hierarchią różnych tam wcześniejszych naszych decyzji. To co? To znaczy ja to odrzucam, a ja tutaj aktualnie, tutaj i teraz podejmuję jakieś decyzje, które w przyszłości dla organizmu będą katastrofalne? Nie, tak nie może być. Jeżeli tak, to powstaje problem wolność, a względność po pierwsze czasu, a po drugie przestrzeni. Pan tu profesor ma takie wyobrażenie, że determinizm w ogóle jest związany z jakimś absolutnym czasoprzestrzeniem. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę względność czasoprzestrzeni, światy równoległe, czyli że na przykład wolność jest to pewna używamy pojęcia wolności, kiedy mamy do czynienia z różnymi skalami czasoprzestrzennymi, które w sensie praktycznym nie możemy znaleźć relacji czasowo-przestrzennych pomiędzy przyczynowo-skutkowych pomiędzy tymi powiedzmy skalami. No to wtedy przecież oczywiste jest, że możemy użyć pojęcia w kategorii wolności, która by nam wyjaśniła pewną naszą niewspółmierność jako pewnej tożsamości do naszej wiedzy o określonych działaniach przyczynowo-skutkowych. I tu jakby jest pewnego rodzaju naukowe rozwiązanie problemu wolności. Na chwilę, a po prostu problemu tożsamości. To też warto zwrócić uwagę na to, że tutaj mamy dosyć poważne ograniczenie choćby nauki, bo niezależnie od tego, jak wnikliwą, chemiczną i fizyczną wiedzę posiadamy odnośnie tego statku tezeusza, nigdy nie stwierdzimy na podstawie tej wiedzy naukowej, czy to jest wciąż ten sam statek. Więc w zasadzie tych metafizycznych pytań absolutnie nie mamy możliwości rozwiązać naukowo. Proszę, jeszcze w końcu. Chciałem się spytać, czy bo tutaj pojawia się dużo takich słów problem, takie odczucia o jakimś fatalizmie, że ten determinizm jest jak urząd podatkowy o nas zawsze dopadnie. I że po prostu jest to coś negatywnego. A tak jak z urzędem podatkowym, tam też są zacyś sympatyczni ludzie i nie można spojrzeć na ten determinizm z takiej dobrej strony, że zasłyszałem przykładowo, że jest ciekawe zjawisko, gdzieś na wysokach pacyficznych ludzie sobie wiążą snopki, robiąc z nich dach w jakiś konkretny wzór i się okazało, że ileś tysięcy kilometrów dalej ludzie robią to samo, a fizycznie mieli ze sobą styczności. Czyli po prostu widocznie tak musi być. Przykładowo nie ma kraju na świecie, gdzie jest nakaz zabijania, tak zabijaj. Raczej wszyscy się stosują do jakichś pierwotnych, podobnych przykazań i w związku z tym jednak ten determinizm chyba nam w niczym nie zagraża. Po prostu będzie co ma być, ale będzie tak, żeby nam było jak najlepiej. determinizm jest całkiem sympatyczny, bo bez tego to codziennie w każdej minucie byśmy stawali przed tak dramatycznymi wyborami, jakie zazwyczaj kilka razy w życiu być może podejmujemy. Wyobraźmy sobie, że codziennie zmagamy się z jakimiś takimi topornymi wyborami, trudnymi, ekstremalnie trudnymi. W dużej mierze może jedziemy na determinizmie, ale od czasu do czasu może tylko przejawiamy wolną wolę. Także sympatyczny może być ten determinizm. Tak jest druga kolejka, to sobie teraz pozwolę. Panie profesorze, do tej tajemnicy, bo Pan się tak na nią powołał, jakby afirmująco, jakby on, to stwierdzenie, że filozofowie, na których się Pan powołał, którzy stwierdzają, że wolna wola jest tajemnicą, to jakby rozumiem, że Pan profesor się pod tym podpisuje, tak? Czy jakby pod tym ich stwierdzeniem, tak? Że po prostu w sensie nie wiemy, czy ona jest, czy jej nie ma, tak? Obecnie jest, to znaczy nie wiem, bo tam oni idą niekiedy, że ona zawsze remain, czyli pozostanie tajemnicą. Ale dzisiaj jesteśmy chyba na tym etapie, że nie bardzo potrafimy zrozumieć, czy jest możliwe coś takiego jak wolna wola, no bo jeżeli ona się pozostaje w sprzeczności zarówno z deterministyczną, jak i indeterministyczną teorią działania, jedna i druga ją wyklucza, to niektórzy uważają, że być może właśnie konkluzja nasza powinna brzmieć, że wolna wola jest tajemnicą. Nie, 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 nie odrzucamy jej, no ale ona tak mniej więcej... No tak, tylko to jakby to bycie wolnej woli tajemnicą można rozumieć dwojaką. Można to rozumieć tak, że jest tajemnicą, czyli nie wiemy, czy ona jest, czy jej nie ma, lub można zresztą rozumieć tak, że ona jest tajemnicą, to znaczy jest, ale my nie wiemy jak, my jej nie rozumiemy. Znaczy nie, bo... I czy oni przypad... I czy ci filozofowie, na których Pan Profesor się powołuje, że oni spędzili całe życie wolną wolę badając i to swoje życie zakończyli stwierdzając wolna wola jest tajemnicą, czy oni twierdzą, że ja nie wiem, czy wolna wola jest, czy oni twierdzą, ja widzę, doświadczam, czuję, że ona jest, ale za nic w świecie jej nie rozumiem i jak ona jest możliwa, bo to są dwa różne stanowiska. Znaczy bardziej to drugie, ale... A, czyli jedna. Ale ich wniosek o tym, że to jest tajemnica, polega... jest jakby konsekwencją następującego rozumowania. To znaczy my mamy wiele argumentów, które nam wskazują na to, że wolność wola jest nie do pogodzenia z determinizmem i jednocześnie mamy bardzo wiele argumentów, które nam wykazują, że wolna wola jest nie do pogodzenia z indeterminizmem. Świat musi być albo taki, albo taki. Albo deterministyczny, albo indeterministyczny. I teraz problem polega na tym, że my albo coś nie możemy zrozumieć w naszej... albo coś jest błędnego w naszej argumentacji, bo nie potrafimy zrozumieć, co takiego jest błędnego albo czy coś jest w ogóle błędnego w tej argumentacji za tym, że jest niezgodna z determinizmem, ale jednocześnie też nie potrafimy wskazać, co takiego jest błędnego w tej argumentacji, że jest niezgodna z indeterminizmem. Problem polega na tym, że właśnie jesteśmy bezradni i ta tajemnica nie jest takim... bo tu nie chodzi o taką tajemnicę w sensie egzystencjalnym dla... w przypadku tych autorów. Tylko chodzi o to, że my nie potrafimy wskazać, gdzie tkwi błąd, a któraś z tych opcji musi być, no wydaje się, opisująca prawdziwie świat, albo deterministyczna, albo indeterministyczna. Problem polega właśnie na tym, że ta wolna wola kłóci się z jedną opcją jak i z drugą opcją. Dlatego niektórzy będą uważali, że wyjściem z tej sytuacji jest daleko posunięte postulowanie czegoś takiego jak kauza suina. Dobrym przykładem takiego rozumowania jest na przykład świetny artykuł Jerodica Cisholma właśnie, który pokazuje, że ten dylemat polega na tym, że to jest niezgodne z tą opcją deterministyczną, indeterministyczną, dlatego on powołuje coś takiego jak pierwszego... wolna wola to pierwszy poruszyciel. Ale wszyscy właśnie uważają, że no... to jest kolejne... takie mocne założenie, czy tak... kontrowersyjne założenie, że... że to jest... i ta tajemniczość z tym się wiąże. Tak więc... to nie jest tylko taka tajemnica egzystencjalna, tylko ona jest konsekwencją tego, że nie potrafimy jakby zrozumieć, gdzie ten błąd w chwili. Czyli musimy założyć paradoks. Niekoniecznie musi być czarne i białe, może być to jeszcze zupełnie coś innego. Może rzeczywistość jest paradoksalna, a my koniecznie musimy ją dzielić, dywizować, mówić jeden, dwa i tak dalej. Ja jestem za tym, żeby uznać właśnie, że raczej nigdy nie będziemy wiedzieli do końca i poza tym musimy zaakceptować paradoksalność naszego istnienia i tej rzeczywistości, która jest w nas i na zewnątrz. I to nie... to jest rodzaj pokory, co nie... co nie zwalnia nas od poszukiwania, od badania i w ogóle, ale świat zawsze nam będzie się, tak jak świadomość, będzie się... jest większy od nas. My jesteśmy cząstką tego świata, ale ten świat jest większy od nas, a my cały czas poszukujemy tego, żeby być tym nadwartością... nad czymś nadwartościowym nad tym światem, jakby wystawać z tego świata. I raczej możemy cały czas domniemywać, ale musimy chyba raczej uznać, że struktura świata jest paradoxalna. Na koniec tylko pesymistycznie dodam. Samo pojęcie przyczynowości, które tu jest bardzo istotne i jest też tajemnicze. Zachęcam do czytania hima, żeby zrozumieć, że nie rozumiemy nawet tego pojęcia, a przy pomocy tego pojęcia chcemy rozwikłać jeszcze inny problem. Tak właśnie. No to niech będzie to naszym podsumowaniem.